Приветствую вас. Я бы хотел для начала спросить у вас, что делать, чтобы что? Если вы хотите сохранить семью, гармонизировать отношения, это одно. Если хотите разобраться в себе, и почему вы на это договорировали, и почему вам противно, к примеру, это другое. Если вы хотите, к примеру, к примеру, если вы хотите прояснить, скажем так, определенные проблемы сексуального характера и ваших взглядов на секс, это третье. Если вы хотите, допустим, проанализировать свои, к примеру, свои стереотипы, свои ценности, свои взгляды, если вы хотите их, значит, освежить. Что это четвертое. То есть тут вариантов на самом деле много. И вы сбрасываете, что делать, что делать, чтобы что? Пока вы не выделите для себя, что именно делать вы хотите, какая цель у вас, того, что вы хотите делать. Ну, вряд ли, вряд ли можно будет вам сколько-нибудь адекватно помочь. Да? Потому что непонятно, какая у вас цель. Если так вот говорить о том, о том, что вы описали, в общем, то я бы сказал, что вам нужно серьезно задуматься о своей уверенности в себе, которая у вас, судя по всему, страдает достаточно сильно. Потому что в противном случае я полагаю, что вы бы никак не отреагировали на то, что рассказал вам мужчина. Ведь ведь, по сути-то, дело, вы боитесь, что он вас оставит. По сути-то, дело, вы боитесь, что остаться одна. И, по сути дела, здесь, по-видимому, играет роль, очень важную роль играет то, что вы, ну, скажем так, несколько стереотипно, возможно, смотрите на сексуальные отношения. То есть, почему-то, возможные гомосексуальные отношения у вас вызывают очень жестко негативную реакцию. Вот. Хотя, в общем-то, ничего негативного в этой реакции нет и, точнее, ничего негативного в таких, в такой связи нет и быть не может. Ибо уже давно доказано, что человек, в большинстве своем существо бисексуально. Из этого несложно сделать вывод, что, возможно, неважно, кто был на месте партнера мужчины вашего мужа в 14 лет, абсолютно неважно, кто это был, абсолютно неважно. Вы бы, скорее всего, отреагировали бы точно так же. То есть, вам точно так же было бы, к примеру, неприятно. Что, вот, ну, мой муж, да, там, вступил в интимные отношения, там, с кем-то. Ведь это человек. Знаете, так, абсолютно неважно, с кем он вступил в отношениях. Мужчина это был или же, был или это, или это женщина была. Неважно. Главное, что это, что это просто партнер. И вы, вы, самое что, главное, да, вы сравниваете себя с этим партнером. Вомбративно. То есть, противно, это, в некоторой степени, это страх. Вот. А, в некоторой степени, это, что? Это, родительские позиции. То есть, ну, то есть, предписание, предписание. Родительское, как бы. Что, вот, дескать, вот, так быть не должно. К примеру. Дескать, так, вот, вообще быть не должно. Так не может быть. То есть, не может, не должен, мужчина, да, вступать в отношения другим мужчинам. А почему не может быть? Что это плохого? Вот. Вы, вы говорите, я теперь боюсь, что ему, что ему могут нравиться мужчины. А почему вы боитесь, что, что ему могут нравиться мужчины? Вы не боитесь. Вы боитесь. Почему? Вот, именно вы боитесь. Из-за чего? Вы понимаете, какая история? Комиссия. Возможно. Ведь это же ваши чувства. Вот. Это же ваши, получается, переживания. Это же ваши, получается, страхи. Вот. И очень важно, чтобы вы отделяли свои страхи от того, что делает мужчина. Чтобы вы отделяли свои чувства от того, что может и не может ваш муж. С КП, кстати говоря, вы уже, судя по всему, достаточно давно, да, в отношениях находитесь. Давайте, сейчас я прочитаю, да. А, ну вы не пишите, вы не пишите. Вы не пишите, сколько времени вы вместите. Вот. То есть, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вот эта вот история, она спровоцировала у вас, значит, те страхи, те процессы, которые всегда, видимо, в вашей жизни были. 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 То есть, это, это, ну, к примеру, страх, одиночество, там, может быть, что-то ещё. Вот. И по сути, по сути, это просто, вот, реальность такая. То есть, вот, то есть, вот, это ваша реальность такая. Вы переносите, переносите на мужа то, что вам, ну, что-то вам противник, да, 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 но в действительности за это отвечаете вы. И ответственность за это вам нужно, нужно взять вам в первую очередь, а не мужу. То есть, почему я не могу поверить, что я вижу в этом такого страха. Понимаете? Вот. Мне представляется, такая что, мне представляется, такая позиция. Вот. Ну, кстати говоря, щёковое состояние, которое у вас имеет место быть, да, это тоже достаточно, такая, я бы сказал, удобная позиция. Потому что, когда вы всё, когда вам не будете брать ответственность, не за что. Так что, здесь я могу совершенно точно сказать, здесь я могу совершенно точно сказать, что проблема не в... не в мысе нет. То есть, ну, как бы для собросков это нормально. Тут вам уже, в принципе, коллега, да, всё рассказал на эту тему. Я полагаю, что нет смысла говорить и говорить одно и то же. Вот. Так что, то, что вам нужно сделать, действительно, это определиться со своими целями. Вот. Если хотите, если хотите, мы, значит, разберём это, да, вы разберётесь в себе и сможете, сможете, соответственно, разобраться в себе, да, да, давайте ещё решить, что делать дальше. Да, спасибо. Вот. Не хотите, считайте, что мужчина, он теперь, он, как бы, ну, что ваш мужчина не должен так поступать. Вот. Ну, значит, он, наверное, не доставал тогда, тогда. Потому что этого, это уже не изменить. Данного аспекта, уже не изменить. Вот. Мужчина, он сделал то, что сделал. Если вы любите его, вам его нужно принять. Вот. Ну, я имею ввиду, что его нужно принять, правда. То есть, тут вариантов, как бы, нет. Особ. Вот. То есть, вы либо преднаёте, что у вас имеются какие-то проблемы, у вас имеются какие-то страхи, страхи, сложности, там, и так далее. Либо, вы разбудите, встречите себе другого мужчину, который, ну, который так себя не ведёт. Вот. У которого таких, таких секретов не будет. Вот. Ещё очень важный момент, откуда вы узнали об этом. То есть, откуда вы узнали, что у вашей мыши был такой опыт. То есть, это он вам сказал, что у него такой опыт был. Или, куда, или вы откуда-то у кого-то узнали об этом, от кого-то узнали об этом. Вот. То есть, я, опять же, не то, не то, чтобы, не то, чтобы не верю, да, но, предпочитаю, что же, именно, вот, как-то, проверить, что ли, проверять, да, то есть, вопрос, вот, проверяется ли вы информация, которая вам поступала. Вот. Вот. Не думали вы о том, например, что это может быть просто проверкой в вас? Ну, проверка, как вы, а, приагируете на это. Вот. Так что, вот, эээ, примерно, так вот можно вам ответить. на ваш вопрос. Примерно так можно ответить вам на то, что вы спрашиваете там. А как реагировать? Нормально реагировать. Реагировать как на прошлое, которое вот было, когда люди в прошлом вращают много действий, а которых потом, ну, в молодости люди вращают много действий, а которых потом могут жалеть о себе, будучи взрослыми. Вот. Поэтому реагировать на это нужно абсолютно нормально. Другое дело, что вы не можете реагировать на это нормально. Другое дело, что вы не способны на это реагировать нормально. По той или иной причине. Это да. Это так. Но почему вы не можете на это реагировать адекватно? Это нужно выяснить. Почему так? Ну, по крайней мере, мне видится, мне видится история, мне видится вот именно таким образом. Мне кажется, знаете, даже что, вот если, к примеру, мужчина, да, он просто вот ваш партнер поступит так, как вы считаете, он, ну, ну, не должен поступать, короче говоря. И всё, и у вас будет то же самое, по сути, широкое состояние, как он мог, ну, как он вообще поднял, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы, если вы, как-то вот, ну, находитесь с партнером в отношениях, то мне думается, что вам нужно принимать его таким, как он есть, и его, всего полностью нужно принимать таким, как он есть. Вот. Если вы этого сделать не можете, значит, ну, скорее всего, у вас есть какие-то трудности. Вот. Возможно, у вас есть какие-то трудности, вот, которые вам нужно помочь преодолеть, преодолеть. Вот. Я думаю, я думаю, так, я думаю, так, я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Вот. Ну, опять же, опять же, ориентироваться нужно, исходя именно из ваших целей. Понимаете? Ориентироваться нужно, исходя из того, чего вы хотите. Ориентироваться нужно, исходя из того, что вам нужно. Ну, а не из того, там, к примеру, можно как-то реагировать, да, как-то правильнее реагировать. То есть никакой, никакой вот правильности реагирования нет на самом деле. Это так вот просто, чтобы вы знали, да, что никакой, никакой правильной реакции нет. Вот. Это реакция ваша, это реакция направлена на человека. Вот. Ну и совершенно очевидно, что вот здесь вы как раз таки человека вот не совсем принимаете. Вот. Осталось выяснить, с чем это связано. Вот и всё. На этом, на этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.